друзья всем привет это видео будет интересно прежде всего не только тем кто применяет своих посадках а вот такой вот живой мох сфагнум вот он у меня прям растет уже в этой в этой емкости но и те кто а при нем применяют в своих посадках вообще органические грунты и рано или поздно сталкивается с таким явлением в своих горшках в орхидеях как маленькие беленькие крупинки похожую на такую как крупу такие маленькие беленькие шарики и начинают потом люди судорожно искать в интернете и в группах про архоманию ответы на вопросы что это помогите и получают ответы что это обычная обычный грибок грибница нужно орхидею либо пересадить в час в чистый грунт и либо орхидею немножко подсушить и чтобы просохла влажность испарилась и потом продолжать полив и как правило такой грибок вот эти маленькие беленькие крапушки они проходят но друзья а вот согласитесь что а всегда встает вопрос а что будет с орхидеей если ничего не предпринимать ничего не делать с этими крапушками специально не обрабатывать орхидеи от этих крапушек точнее грунт где эти крапушки белые появились этот грибок или его называют грибница и и специально не подсушивать орхидеи грунт в котором растут их грунт в котором появились эти крапинки ну в интернете а фото очень много достаточно с этими крапушками я уверен что подавляющее большинство тех кто сейчас смотрит это видео попадались такие фотографии и такие посты в интернете ну или видео в интернете либо уже у самих у вас такая проблема возникала и вот сегодня я как раз таки хочу на эту тему рассказать и поделиться своими наблюдениями на своих орхидеях чтобы вы не набивали шишки и получали ответы на подобные вопросы и так а у нас на канале подобного было немало едва и три четыре года назад я показывал и отвечал на этот вопрос как избавиться от этих крапушек но вот сегодня я как раз хотел показать орхидеи которые значит оставлял я с этими крапушками и вот что из этого друзья получилось это вот кстати орхидея одна из бабочек коллекции бабочек посажена это орхидея была мною наверное ой ну года два с половиной назад в закрытую систему с использованием фитиля естественного из мха сфагнума хорошего живого мха сфагнума и она стояла у меня на верхней полке на нее постоянно попадал периодически постоянно не периодически постоянно попадал солнечный свет с восточного окна плюс лампа и наступил момент когда мог у этой орхидеи мог сфагнум стал зеленеть и горшок стал активно зарастать водорослями зелеными водорослями ну и как правило что мы делаем да и же и я сам советую что берем определенное количество перекиси водорода добавляем ее в водичку в воду и заливаем в горшок минут на 10 пока идет а реакция расщепляется у нас составляющая перекиси водорода при этом расщепление уничтожается микрофлора и значит все бы ничего до после 1 1 2 обработок у меня в этом горшке исчезла исчезли водоросли вы можете посмотреть горшок чистый хороший все все хорошо но друзья через какое-то время на обратной стороне здесь я специально не показываю с другой стороны чтобы раньше времени не раскрывать интригу с обратной стороны в этом горшке мог был фитиль естественный фитиль мог сфагнум и вот на этом махе сфагнуме через какое-то время образовались белые крапушки белые крапушки с каждым а с каждой неделю с каждым поливом эти крапушки стали разрастаться я естественно первый момент был думаю но надо избавиться от них нужно подсушить после полива орхидея потом подумал а что будет вот с этим с этими значит белыми крапушками если я ничего абсолютно делать не буду почему я себе задал такой вопрос потому что еще раньше еще раньше года наверное два-три назад ну наверно больше три года назад у нас есть вот такая вот орхидея она была маленьким таким подростком это друзья орхидея шилериана она вот как раз выпускает цветонос готовится к цветению и вот значит у этой орхидеи года три назад после пересадки буквально прям вот через несколько недель а появились вот такие вот крапушки и я стал наблюдать за этими крапушками точнее сперва думал избавиться от них потом думаю нет избавляться не буду давать посмотрю что я буду делать ой что будут делать эти белые крапушки что произойдет вообще влияет ли это на орхидею или нет но сразу хочу сказать что ну вы видите да что орхидеи в хорошем таком состоянии что эти белые крапушки никоим образом на орхидеи по крайней мере на эти не повлияли но на грунт в которой в котором растут эти орхидеи и компоненты которые были добавлены они очень хорошо повлияли вот здесь вы видите орхидеи посажена было значит в архиату с добавлением с добавлением с добавлением на дне у нас там дренажный слой и здесь у нас архиата с добавлением маха сфагнума кусочки маха сфагнума мы добавляли вообще немножечко отступление сделаю про мох сфагнум друзья что но чтобы было понятно для чего мы добавляем мозг мах сфагнум не для того чтобы но и в том числе и для того чтобы он выполнял такую влагоемкую связующую функцию до вбирал в себя в воду и задерживал на себе воду но и одним из главных достоинств маха сфагнума являются его антибактериальные прежде всего именно антибактериальные свойства но об этом я друзья не буду много рассказывать просто приведу пример что и вы можете найти эту маленькую заметку и вообще материалы в интернете значит еще лет десять назад я прям специально выписал чтобы вам дословно зачитать чтобы вы могли загуглить или в яндексе набрать и найти эту информацию не голословную о свойствах мха сфагнум почему его применяют не только в сельском хозяйстве но и раньше его с подсушенный либо свежий мог сфагнум использовали как антибактериальные примочки на ранах на раны да и вот значит я вам зачитываю что значит научные сотрудники лаборатории технологии микробных препаратов всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии исследовали сфагнумы мхи австрии и ленинградской области и вот в исследуемых сфагнумовых мхах именно в клетках и этого мха этих мхов но были обнаружены около трех сотен видов бактерий 300 300 бактерий друзья именно тех бактерий которые живя а значит в клетках мх сфагнума подавляют патогенные бактерии то есть которые от которых болячки вирусы там гниение еще 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 все нехорошее может происходить с живым и вот эти бактерии как раз таки и оказались той самой но секретом тем самым секретом и из-за которого мог сфагнум собственно и применяли в антибактериальных его свойствах и в какой-то степени еще и антигрибковых свойствах и вот друзья значит к чему я это все рассказал к тому что чем больше мы обрабатываем мог до сфагнум от грибковых бактериальных заболеваний до различными средствами тем больше мы естественно вымываем и уничтожаем из этого мха все полезные даже не вещества а а как оказалось микроорганизмы вы можете по моей информации загуглить это и найти это еще информация там двина 2012 2013 года и а в частности можете найти это в интернет-издании наука и жизнь а есть вот про то что я вам сейчас сказал и значит мы чем больше обрабатываем этот мог тем больше мы естественно убираем из него вымываем уничтожаем все эти полезные бактерии и эти естественно полезные свойствуют рано или поздно а уже помните у нас пару-тройку дней назад я показывал орхидею обработанную после доместоса да то есть доместос это там же тоже средства находится которые добавляют в бассейны в обеззараживание воды водопроводной в дезинфекцию и вот естественно это средство убивает всю микрофлору делая знаете девственно чистой пространство и поверхность и вот то же самое происходит когда мы обрабатываем грунты но как говорится свято место пусто не бывает и как в случае после доместоса у нас завелся грибок до плесень белая заселилась которую мы триходермы подавляли вот примерно то же самое на месте значит амха асфагнума свойств полезных микро бактерий и веществ в махе асфагнуме появилась вот это вот белая грибница вот эти крапушки и вот в случае с шилерианой вот с этой вот которую я вам только что а показывал где одним из компонентов у нас был мог с фагном кусочки до для того чтобы подавлял бактерии внутри в органическом грунте часть из которого была и археата и другие органические компоненты а если вы обратите внимание вся значит поверхность внутри точнее все все внутри заросло вот этими крапушками кстати вы видите вот эти крапушки где-то уже коричневые отмерли я эту орхидею кстати показывал в пример по этим карточкам ведь их тут много но если приглядеться поближе то но вот сквозь матовые к сожалению матовый непрозрачный такой совсем горшок не видно но я думаю объем понятен что внутри есть такие как бы пространство воздушные пространства пустоты вот в этих пустотах когда-то был мог сфагнум сейчас его здесь нету то есть он куда-то испарился исчез растворился в общем неизвестно и я стал подозревать что вот этот вот грибок белый он его съел он съел этот мог сфагнум и тогда наблюдая вот за этой значит ситуацией с орхидеи друзья она каждый год цветет то есть тоненькими такими роскошными точнее элегантными цветоносами в этом году побольше у орхидеи вырос такой цветонос но тем не менее она нормально себя чувствует и вот на примере вот этой орхидеи друзья я подумал думаю но не буду я ничего делать отпускай мог постоянно влажный он фитиль с обратной стороны сейчас покажу и вот эти белые крапушки пусть остается что будет с орхидеи с орхидеи давайте посмотрим то что вы смотрите здесь желтеет лист друзья это ничего страшного он просто плановая отсушка но при этом орхидея прекрасно растит цветонос причем такой знаете ну я бы так сказал очень даже неплохой по сравнению с прошлогодним цветением цветонос даже прям раза в три толще и больше и прям такой хорошенький это бабочка это редкая бабочка с защипами на нижних двух лепестках те кто постоянно смотрят наш канал те эту бабочку помнят и возможно помнят пересадку этой орхидеи редкая бабочка такая знаете как рождественская звезда она была очень много покорила она сердец зрители нашего канала а скоро она зацветет и мы ее увидим но сейчас я вам покажу что произошло с мхом сфагнумом который смотрите он исчез его нету видите здесь пустоты прям вот пустоты мха нету собственно говоря и как самих крапушек крапушки тоже исчезли грибница исчезла наевшись и съевши съев мох вот здесь вот был мох видите вот здесь наш маховой фитиль и вот таким вот слоем таким жгутом маховой фитиль у меня проходил к верху на сегодня он друзья вот я специально белую отдел что просвечивалась видите все пусто пусто и мха здесь нету надеюсь вам видно я не знаю сейчас еще я включу подсветку будет она мне достаточно светить вот так вот где-то что-то осталось так вот какие-то волокна но основная масса мха просто исчезла его нету его здесь нету а вот такая вот друзья картины теперь мне уж так как я сажал то эту орхидею сажал эту орхидею на фитиль чтобы орхидея была с фитилем и чтобы поливать ее ленивым способом немножко подливаю воду то сегодня этого фитиля нету видите все пусто и мне теперь хочешь или не хочешь эту орхидею придется пересаживать и вновь добавлять сюда фитиль хотя посмотрите корни у орхидеи прекрасно себя чувствует и белые вот эти вот крапинки которые вот можно еще вот здесь вот остались на поверхности крапинки никоим образом ну ничего никак не повредили не повлияли на орхидею потому что этот вопрос очень часто и много мучают новичков и видео вот этот вот бисер белый белый бисер на в грунтах на в горшке он многих пугают и многие начинают паниковать и начинают различные танцы с бубнами с орхидеями проводить и в итоге еще больше загоняют орхидею в болячки в различные стрессы и все остальное в общем друзья к чему я все это видео показал снял именно к тому что если вы используете в своих посадках применяете активно мог с фарном как компонент внутрь сам а внутрь как добавку к грунтам как не только связующую но именно как антибактериальную добавку вот как в случае с вот этой шеря шеряны либо как компонент естественный фитиль для полива орхидеи то имейте ввиду что применение различных средств анти бактериальных именно до антигрибковых и антибактериальных приводит к тому что в горшках могут появиться другие другая микрофлора который просто съест этот мох а из мха все эти полезные бактерии полезные вещества будут уничтожены и вымыты поэтому конечно же применять и использовать нужно разумно и как правильно заметили вчера видео в комментариях написали где мы триходермы а позавчера где мы триходермы об обрабатывали после дам не после доместоса а мог с фагном в уцененной орхидеи что после применения а вот таких средств антибактериальных анти в общем вот этих вот зачищающих микрофлору доместос тот же перекись водорода другие средства то обязательно нужно подселять какую-то другую полезную микрофлору будь то триходерма спрашивали про фитоспорин но фитоспорин это друзья это синая палочка это не бактерии живые это не грибок живой до полезный это вот все таки синая палочка которая недолго живет и вот поэтому тут важно именно вот заселять микрофлору либо вот знаете есть почвенные грибы не те грибы что называют микоризой точнее сам процесс под видом грибов называют микоризой точнее не так грибы под видом процесса микориза называют это не то совсем микориза это именно процесс вот но вот есть почвенные грибы которые подселяют в грунт органические вот я думаю что будет очень очень полезно наших нашим с орхидеям в общем вот такое сегодня видео всем друзьям хорошего настроения всем добра здоровья и вот я все-таки примут любуюсь над этими корнями которые проросли в фитиль и теперь между корнями и внутри грунт грунтом вот такой вот слой воздушный вместо вместо фитиля все исчезло в общем всем друзья хорошего настроения и до встречи в следующем видео всем пока